У нас нет совершенно освещения в поселке, у нас нет тротуаров, тротуары не чистятся, у нас, говорю, деточки ходят, то есть, видите, вот такое население, опять-таки, хочу обратиться к тому, что у нас пожилое население, и пройти после пяти вечера, в зимний период времени, практически невозможно, эти улицы не освещаются, тротуаров у нас практически нету, и вот как пройти, это вот, ну, вопрос стоит. По дорогам? Открыто, по дорогам люди у нас идут. Надо его озеленять, надо украшать, нет газонов никаких, нет цветников, нет, а понимаете, как хочется вот иметь. Хотели бы видеть Мэромберцка, кого бы вы хотели видеть своим депутатом? Хотела, чтобы был Бартьянов, я не знаю почему, я как бы с ним чисто вот визуально вот знакомым, вот он приезжал на праздники, там вот на мероприятия, чисто просто мне вот как он как человек нравился, вот из всей вот команды, которая вот присуща вот сейчас настоящее. По депутатам, я не знаю, по депутатам, если взять по поселку по нашему, то я вот, например, думала, что вот у нас есть Николай Степанович, наш управляющий, я бы его увидела на депутатах. Я бы тоже увидела на депутатах. Депутата в нашем поселке. Да, Селемнево. Действительно, человек хороший, он из бывших военных, он даже недолго здесь в поселке живет, сколько он уже много перевернул. Получилось у нас с депутатом Винокуровым. Мы его вроде как выбрали, а человек не работал. Вообще не работал. Практически не работал. То есть никакой помощи от него нет. Вот вроде как пообещает приехать и все, и до свидания на этом. Он ушел из Сосновки и в городе где-то, и все. Сосновки, чтобы у вас была полная ясность, дают милые барышни, они уже решили, что вы будете депутатом следующего созыва. Ну, если они решили, я разве правило бы сказать, что было против. Кого бы вы лично, как житель поселка, человек, который знает всех вот здесь со всеми проблемами, кому доверяет, верит, кого бы вы видели мэром Вердска? Вердска? В том числе и поселок. Мне трудно судить, честно сказать, пока, чтобы про Вердска говорить, кто будет главой города. Я даже не думал по этому вопросу. И не хочу кривить душой, и даже мыслей не было. И не видно там. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы депутат был как-то вот из наших, из микрорайона, так сказать. Ну, и в том числе, чтобы этот депутат, так сказать, как вы говорили, имел какой-то авторитет, вес. И не только в плане авторитета населения, а вес и решения проблем там, в Совете депутатов. Поэтому какой-то авторитет в плане там или строительства, или законодательства, или там, что там, здравоохранения, чтобы он какую-то пользу приносил не только в плане, что он отставил тот ТСС, но и в принятии всех остальных законодательных актов, которые принимает наш Совет депутатов. Я не вне mittlerweile, я не говорю океане. 35 лет живем, как дом построили, что тут было, и все стоит. Нам никто, ни всем не поможет. Чтобы нам здесь сделать магазин, хотя процит небольшой. Ну что, мы за продуктами едем в Берск. Многие у нас пенсионеры не одни живут Ходить в поселок, нанимают вот эту Ну, не нанимают, а маршрутка Съездят в магазин, 30 рублей Ну, разве это мышь? У вас три магазина, вы это видели? Стоят магазинчики Один вообще только водкой торгует Ну, а два продуктами Ну, тут свежести никогда нет так Плохо сюда ходят Лучше сходить в поселок, чем сюда У нас есть поселковый начальник Есть депутат, но депутат у нас вообще не работает Он нам ничем не помог Его как избрали, он уехал и все И вот я прочитала, что там Есть желающие, чтобы поставить памятник Я, Мим, хочу тоже за Мы про этот памятник говорили еще когда В совете ветеранов работали Потому что не каждый, вот сейчас у нас много в поселке пенсионеров Не каждый же может поехать к мемориалу туда, да? А вот здесь бы свое рядышком Уже было бы самое Можно потихонечку прогуляться И действительно в такой праздник, как День Победы В общем-то можно было отметить возле его Хотелось бы, чтобы по улицам у нас и фонари были Приезжал Александр Кирепа Разговаривали с ним Чтобы у нас по улицам тут освещение было Ну и все так и осталось на том же месте Нет, в прошлый год писали освещение сделали понизу Да, постоянно А здесь самая темнота Вот люди выходят на работу Выборы из Картабыли Сделали ненадолго Лампочки потухли И все, после этого все так и осталось Ведь писали об этом Подписывали мы сама Надо бы такой магазин устроить Чтобы были у нас и продукты И хотя маленькие, а делик был промтовары Вот летом начинаются бабки Вот тапочки негде купить В последнее время никаких у нас таких нету агитаций И чтобы каких-то людей нам бы предлагали Чтобы мы общались бы Но есть вот у нас депутат, по-моему, он как старший сейчас Кто? Ну, кто он считается у нас по поселку? Николай Николай Степанович Он не депутат? Нет, да А что-то как его предлагали как депутаты Я его предлагаю Ну, в общем-то, он на собраниях, вот когда встречаемся Он так, в общем-то, мужчина положительный А вы знаете, я даже не могу сказать Потому что, ну, практически не знаю людей Кого можно выбрать Если бы нам кого-то предлагали бы Мы бы как-то интересовались бы Чем они живут, чем они дышат, да? Как они работают И что они могут для нас делать Тогда бы можно было что-то выбирать Кого-то А у нас нет сейчас агитации такой Кого бы вы хотели видеть главой администрации? Голубева Виктора Алексеевича Да А можете обосновать? Потому что он производственник Продовольственного магазина Это, по-моему, достаточно магазинов На новом поселке Что в жителях главное? Что их не ставит в продовольствии? Негде купить хлеба и молока? Вот и ведется Оргкомитет работает здесь неплохо И клуб, досуговый центр работает неплохо В принципе, мероприятие для жителей Для ветеранов Проводится в полном объеме